ребята всем привет всем привет всем привет ура наконец-то нам скоро приедут шкафы ура наконец там их поставить спустя месяц я тут решила замутить уборку чтобы наши шкафчики стояли только на чистом как вы помните не так давно мы были в таиланде и там я попробовала уникальную швабру да честно я столкнусь такой первый раз хотя она в принципе достаточно уже давно а вот и приехав россию у меня сидел вот эта вот идея тоже хотела такую же швабры чтобы легко убирать всю квартиру распаковка товарищи распаковка да я заказала такую же швабру чтобы проверить как она работает на самом деле смотрите заказала я свой андрей стоила на мне 1599 рублей смотрите может быть у вас она будет дороже давайте распаковывать посмотрим что что внутри это у основная модель она с ведром идет от фирмы изи клин товарищи изи клин давайте открывать так вот такая швабра она приходит в коробочке я так понимаю здесь на сразу и ведро и швабра а ведро у нас идет получается на 12 литров здесь у нас получается два отсека одно у нас просто для воды для полоскания а второе у нас для отжима даже ручка есть круто а вот здесь смотрите я посмотрела кнопочка есть для слива воды то есть что можно так трассы слить его так и здесь вот у нас наконец сама швабра смотрите здесь у нас несколько ручек для того чтобы сделать все для любого роста вот здесь у нас от маш вабра вот здесь у нас тряпочка из микрофибры благодаря которым можно собирать все это дело всю грязь всю пыль вот говорят кстати намного лучше она справляется всякими разными поломойками так здесь у нас смотрите идет такой шкребок для того чтобы собирать грязь вот например затем пыль какая-нибудь будет вот так раз шкребком сделал и все собрал так ну и конечно же уйдет нас вот такая инструкция смотрите а здесь вот есть липучки для фиксации нашей тряпочки из микрофибры плюс здесь еще смотрите есть вот такой вот по бокам вот такие вот штучки для того чтобы можно было зафиксировать нашу тряпочку очень плотненько так мы ее надеваем соответственно и вот так расправляем до щелчка да мы ее как бы натягиваем для того чтобы она у нас очень плотно держалась на нашей шпабре у нас ручка получается телескопическая то есть мы можем ее полностью собрать из нескольких вот таких вот секторов так сказать вот если вдруг вас маленький рост можно один сектор убрать смотреть вот такая у нас большая длинная ручка получается под любой рост можно плюс еще смотрите здесь есть возможность ее еще удлинить смотрите хоба 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 и вот так зафиксировать то есть совершенно на любой размер который вам только потребуется вот мы теперь полностью собрали и она у нас готова к использованию такая длинная я думаю хотя нет это мне по-моему длитновато наверно лучше один сектор убрать ну что я уже принципе отрегулировал полностью ручку под себя под свой рост ее можно удлинять до 150 сантиметров у меня конечно не такую значительную вот я еще под себя сделала налила воду здесь у нас есть специальный отсек написано больше вот здесь мы ее будем соответственно выжимать так необходимо несколько раз нас вот так вот в водичку и опустить и соответственно потом перекинуть и посушить и начинаем быть пробуем осуществить как удобно у меня тряпочка была какая-то грязь что какая она легкая вообще а здесь какая маневренная ухты сотрите она даже под холодильник заходит обалдеть смотрите раз и все руки у нас никак не участвует мой маникюрчик остается в порядке вот так вот раз так ногой и пошел быть смотрите она очень маневренная видите она ручка вращается на 360 градусов эти легко проходит полностью везде то есть если надо вот она прошла не надо наклоняться ничего делать то есть она вот так трассу все ведь я все делаю одной рукой погода можно давать какой-нибудь чистящие средства так мы выжимаем пусть и здорово вообще сеть как классно вот то есть я повернула и можно все промыть она мой даже в труднодоступных местах он зависит раз и все в любой дырку пола пролазит полностью видите угол прочистился ее можно как-то развернуть можно даже плинтуса отмыть у нас теперь плинтусов полно поэтому нам это очень актуально вот и возвращаться вернуться к мытью обычных полу активите даже под мебель залазь здесь как у меня там грязи вот обычная поломойка конечно с таким не справляется девочки смотрите вот например моя стала старая швабра да и вот моя новая теперь швабра смотрите вот это какая старая грязная буквально ты просто грязь вот так вот раз в разные стороны разбрызгиваешь а вот это именно ты действительно так убираешься мне прям очень нравится причем знаете пол после нее практически сухой остается тогда как после старой швабры он оставался очень мокрый то есть она очень много оставляла влаги а здесь нет я прям в восторге вот теперь у нас здесь будут стоять шкафы на всем чистенько и все красиво ей можно мыть даже стены смотрите либо например какие-нибудь окна она причем действительно настолько маневренная что и можно мыть даже вертикальные стены огонь вот класс смотрите обалдеть я в шоке после мытья можно открыть вот здесь трассе все и вся вода у нас уйдет тебя душа пищу это я вот сливая смотрите как мало места она занимает ухо девочки перемыла все полы в общем к приемке шкафов мы абсолютно готовы а у меня теперь чисто и хорошо они станут на чистенькой будет замечательно слушайте обалденная швабра от фирмы easy clean суть у них есть еще сайт я смотрела instagram у них там часто проходят разные розыгрыши а вот представлены все новинки также у них много другие другой продукции вот так что обратите внимание девчонки оставлю вам ссылочку на marketplace где ее можно также заказать совершенно недорого отлично все сделано продуманы все нюансы все моменты сушки обалденно а как она моет стены и это просто прям бомбезно так что всем рекомендую . будет как всегда в описании под видео но мы ждем шкафы привет привет не успели да есть уже звонят 15 пришло прошло по ним принимать может убрать коврик то это потом проще чтобы не стал талии до сюда когда вот так все вкладывать а западом 7 раз ныть у вас в портах прихожей нет ничего нет все ждем ребят на иной поднимать будет пешком дай мне телефон там это перевести день сразу мебель на заказ даже без фирмы что ждем что поднимутся наверно уже со столом все брал пока туда-сюда бурдак бурдак он даже куртка весить некуда все в куче валяется коробки все ничего скоро все соберут и мы все уберем ждем сейчас занесут тогда заносите сейчас денежку сразу и отдать а условиям контракта и сразу должна отдать деньги часть цвет ленге коробки 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 всякие фурнитура зеркало кассир сейчас поехали сюда начать здесь соседней будьте вредить цвет какой там по двери вот эти сделали рассказали вот под эти двери большая красивая вот такого цвета у нас будут наши шкафы кстати прям под до линолео это вот эта фанерки на заднем а вот цвет смотри прям как прям под дверь вообще один-два-дин шикардос ну чё откажемся от сборки сам соберешь это на год мне кажется занятия сейчас уберут они поднимутся так он что-то таскать по одной палке некоторые знаете я сочетала она этот обзоры но отзыв отзывы подпишет ой я отказался от сборки будут сам собирать а потом пишет ой у меня каких-то деталей было недостаток или каких-то деталей лишь не знаю там столько всякой вот столько вот этих нюансов только вот этих штучек ключик тут он стол то сам сидишь полдня и звучать что тут что проблема какая как собрать а тут такой извините меня столько нюансов столько эти штук бедный грузчик он прям еще стрик погибель он донес вот эти две больших панели и знать плотных толстых вот и он прям весь такой стоит хуже вы может вам водички это хватило водички то что я чувствую сейчас чуть ли не в обморок хватить бедные ребята только что такие серьезные вот эти вот таскать-то я заплатила за подъем получается 2000 рублей а вот и посолить вот на 2000 другом сердечко ёкнет еще чё-нибудь да уж работа такая ведь не просто где не получается вот эти вот штуки очень тяжелый вот он тащил не в лифт не влазит таскали сами поднимая мелочи как раз она входит в лифт всякая а вот эти вот большие нет к сожалению вот двери двери то у нас получается темные хотя по проекту должны быть светлые ну будем разбираться ребята затаскали получается спасибо большое пожалуйста пойду я пока тогда вниз ага и проверьте щит а то может быть щит тоже перепутать ага все хорошо это вот шкафы на проектировку ага хорошо хорошо да да нормально ничего вам в понедельник переделают и в понедельник провезут капец у нас вот эти дверцы должны быть светлые белые вот такого вот оттенка беленый дуб беленый дуб они нам проектировщик сделал их темными хотела туван сейчас бегал проверил даже договор до капец он подумал блин он меньше думать блин тут у дашь парень говорит что сейчас это часто такие проблемы бывают то есть все завязано проектировщик копеется вообще в соляте 6 просто капец или то есть у нас даже они нам привезли получается кучу вот этих темных шкафов я не хотела темные шкафы не хотела светлые шкафы сейчас должны еще провести щит который вот этот вот с рейками я говорю ребята уж сразу проверьте рейки у нас должны быть темные дуб белый да кофе заселяйте вообще а я смотрю что до хрена этих темных частей надо мы можно не так должно быть а дома вот эти вот вот эти вот части должны быть темными вот это темный да а вот эти цветы причем вот вот этот договор который нам посылали проектировщик вот этот вот да вот кстати видео распечатать и даже нигде не прописано цвет вообще нихрена не прописан понимаете нет там там понимаешь там докладные для этого для сборщика то есть у него указано количество вот этих запчастей все а вот это вот часть вот которым нам присылали на согласование здесь этого нету вообще цвет даже не указан ты понимаешь вообще вот здесь нету я бы может обратил внимание хотя хрен знает скорее всего не обратила бы возможно вот она вот она видите части вот рейки сборка вот вот смотри вот здесь даже не написано лишь нифига вот этот щит он сейчас должен привести вот этот щит вот этот щит то есть он получать уже собранный то есть он просто будет монтировать на стену и цвет нигде не указан да да так а вот здесь вот например вот он показывает вот это для сборщика капец офисались жизнь как отворить вот почему город ну быстро вам переделают если у них есть беленый дух такой цвет кстати ну все рейки темные я на производство просто сейчас звонил я думаю ну чтоб они если что назад там отбой дали все нормально сейчас мы его поднимем он приедет все-все-все-все хорошо отлично слава богу хоть щит нормальный ну все спасибо ой представляете слава богу хоть щит нормальный вообще жесть ой вообще как они так делают причем он тоже перекинулся пару слов говорю что как вот долго то это все происходит месяц он говорит но это не от нас зависит от зависит от проектировщиков то есть поселить проектировщики тормозят этот месяц по сути вы могли делать за неделю жизнь как вы думаете я буду рекомендовать эту фирму нет я вам еще разборки вообще капец при я должна сидеть и терпеть блин эти двери нет как он сказал что типа проектировщик может прийти собрать шкафы корпуса да то есть все делать а двери соответственно потом просто приедут дополнительно привезут и навесят проектировщик тебе ничего не будут ставить не связи тфу блин сборщик хоть не отглавливать синце выражение просто жесть какой-то как так можно как они так собирают я не понимаю вообще вроде понимать я и агар я у меня есть доказательства я в логер я был блогер облик я все снимал я все точно помню я еще не тронула сумму в двери были темные это если вы двери темные оставить так у нас здесь вот все будет черную нафиг мне это надо я хотел как раз набор чтобы они были светлые а вот эти вот панельки они были быть умными вся жизнь ему что я художник я так вижу тип так будет красивше накладная 23 заказ шкаф 2 на передачу обрезку на склад временного охранения материал дсп венге тёмные 4 капец какая то жесть представляете все мы теперь попали получать с этими шкафами я просто про вот девочки я просто негодую как так можно вот 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 пишет а лево хорьбис задолбали я уже за рекламу что пипец было я такая радостная была такая сливая и тут такое блин чувство у меня это папея блин с этими шкафами затянется еще на неделю минимум я тебе говорю на дизайн-проекте который мне присылали здесь вообще не указано ничего вообще ничего договоре он по ходу вообще не читает ему картинку сунули все так пардонте извините меня если подожди если получается дверцы темные а вот эти вот панельки которым крепятся они светлые то что у нас получается то получается нужно менять и эти панельки и эти двери то что у нас все наоборот у нас эти панельки темные а это светлые потому что вот эта панель который крутить крепится это от второго шкафа но они должны быть темные нет они темные у нас договоре вот эти вот панели прописаны они должны быть темные я тебе говорю вот эти вот тоже и вот это вот тоже даже темно дверцы крючка пись вообще на прокатилы тратина работают какие-то просто 6 даже если вот это вот а это кстати как раз вот наверное две внутренние панели в шкаф который вот тут большой потому что мы же внутри хотели как раз тоже светлое все было нет боковые стенки темные а внутренние перегородки и прочее они должны быть светлые по цвету там два цвета венге и беленый дуб беленый дуб это дверцы и внутренние полочки а темные это корпус соответственно и вот эти реки все а здесь и светлого только получается вот эти вот полочки и вот две наверное перегородки которые вот туда идут и все зеркало то обычно стандартно то что вот это все вот панели получать у нас просто они будут и корпус черный и двери черные у нас все будет черного нафиг понимаешь все будет черное будь шкафы все черные будет прихожая все черные а я этого не хочу то что я буду на скайпе делаю блин все жесть какая-то кстати минут этот парень грузчик сказал что вы ничего не подписываете вот как только вы примете полностью когда мы все соберут поставят вам все понравится и только в этом случае вы подписываете тогда начинается гарантийный срок все то есть до момента ничего пока вам все не собрали пока вот этот ничего не подписываете но деньги я должна быть сейчас буду уже заплатить короче жесть какой-то я чувствую ты мне вот видите нам как вот подсовывают какие-то такие испытания каждый раз и провод удивляюсь что нам и жизни медом не казалось чтобы того как то так чтобы вам сразу все хорошо поставили давайте мы двери поменяем это вас шкафы вы хотели белые шкафы а вас будто не черные хриней проектировщик я художник я так вижу во первых он три недели делает проект грёбаный который потом за неделю ребята на производстве собрали меньше чем за неделю то есть само производство эти шкафа занимает меньше недели как это да бомбила что если вы не у вас нету этих нормальных проектировщиков ли наймите других на и расширься штат по три недели люди стоят в очереди это же есть я не деньчик подписывать не могут ругаться говорю это внутри коротки эти города да 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 это внутри вот это полочки вот вот это полочки вот это полочки они должны быть белыми ну только сам корпус должен быть темные все дверцы светлые то есть получается как черное обрамление и белые черные да вот дверь вот смотри даже видно что они обработаны лишь аккуратненько не может быть конечно это будет красиво смотреться но я не хотела черный вот смотри получается смотри вот это вот дверцы смотри вот это корпус вот это дверцы вот это корпус это корпус вот полностью корпус не знают дорожка вот вещь шкаф 2 1 2 3 4 5 на это значит 2 маленьких вот эти вот которые открываются умные а подожди у нас же смотри на светлом на свет ручки у нас повтыкаешь мы ручки заказывали мы ручки заказывали ручки черные но они должны быть на свет вам черные они на черном черные просто жизнь какая-то а это вот что такое я не знаю мне сама что сидит перри перри перебирать всем дать запчасти что ли проверять вот это светло вот от темным я сама шуль должна себе конструировать шкаф из них уражения что сделал мне конструктор размеры которые я уже были рассчитал точно я сказал что мне тут еще надо дополнительно ножки блин оказывается вот эти вот регулируемые из них меня еще взяли 4220 рублей вот это мне до конструктор сказал и теперь просто запекать все хочет вообще жизнь какая-то я не знаю что такое я уже вообще и потерял здесь такое я вижу всю до хрена одного черноты все черные все черные 1 черняся по сути нам должны были завтра уже прийти делать шкафы кстати сказал хороший такой сборщик у нас должен быть парень который доставщик то будет я с ним знаком говорят очень быстро все делает четко все вот но на черном нет зеркало у нас должно сказать начало да то есть это чтобы вот так вот как было вот контраст такой нормально от меня ничего не зависит вот я позвонила это женщине которая там заказ приметами даже еще не призвали что пойдет звонить он ученый вот я перезвоню а у них как почта до звонила сколько нас производства через четыре часа только нас и созвонилась на следующий день и нас производство создалось спасибо а я уж обратно сказать ой какие молодцы 23 мы заказали 23 нам привезли нам уже позвонить и привезут сегодня 24 какие молодцы даже меньше 30 рабочих дней ага вот вам 30 рабочих белый поэтому я сразу позвонила в отдел рекламации там сейчас разбираются кто в косячу и вам сделают само собой новые двери эти заперут другие привезут но конечно это будет на следующий день у нас как бы вот я предупреждала у вас что у нас сроки хотелось бы как бы чтобы все побыстрее поскорее очень грустно что так вот ладно ждем что сейчас получается как ребята заберут сразу двери или что или как ждать ваша или что ребят стоят что нет они сейчас еще должны привести щит который с рейками вот они позвонили на производство то есть уточнить правильные рейки расположен то есть я вообще три ключа на данный момент мне звоните я передаю они позвонили естественно и задали вопрос забирать или не забирать что делать но она уже ответ дали короче не ожидать вашего звонка да нет но его же не надо ребята им самим скажет забирать эти двери или что там с ними делать в общем это сейчас еще деньги приводила блин насчет у них там сбербанк у всех с комиссии вот вам нам привезли вот эти вот рейки как раз вот они ведь как раз на белом темные рейки красиво вот эта панель которая будет к ней как раз будут и крючки вот эти вот вешаться в общем со сборщиком договорилась завтра 10 утра у нас будет я вообще не знаю как она будет ставить такой тяжелый вообще он очень тяжелый потолка практически какие-то прям парики промочен такие большие что это не реки это русские наброски ну вот а смотри как красиво смотрится на что ты выйди отсюда лосяра 85 килограмм ничего не будет будет им не будет еще скажи я ставить здесь брусок 32 да мне пофигу еще сломай спасибо не надо так делать я не хочу рисковать красиво вот конечно но еще больше сказал что да я приеду в двери потом когда уже поменяют потому что кто-то либо я либо кто-то другой приедет повесит сами шкафы он завтра придет нам соберет ну слава богу хоть завтра чтобы это вот не стояло вот в таком состоянии поэтому все отзывы на не просто так про все хорошо ну вот где-то вот в общем вот будут у нас такие вот шкафы всех подняла на уши я говорю извините меня пожалуйста но у нас сроки как бы у вас в договоре указан 30 рабочих дней даже не рабочих а просто дней обычно как бы давайте соблюдать сумки ну и постараемся туда-сюда лдсп прессованных получается ну слава богу хода уже короче в таком состоянии это будет недолго гавруш у нас сегодня отдыхает что он конечно нас маневренно так вот не проедет в общем завтра нам будут их уже делать и все завтра день чай вот надо будет попробовать может типа повесит пускай одну темненькую может мне понравится я такая ну ладно оставляйте темные может мне понравится кто знает я же не знаю как этому будет смотреться но вообще вот вам кстати вот вам пример того что получается вот вроде все хорошо ну капец двери не те и трините и пошел поехал так вот ребяточки все ладно люблю всех целую видео следующий выпуск атака так